Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь на наш канал, помогайте нам в распространении видео. Сегодня я хочу повести разговор и жду, конечно, обсуждения вместе с вами одной очень важной, как мне показалась, темой – отношение власти или наше отношение к власти. Очень часто, обсуждая эту тему, многие, в том числе даже и пасторы, и епископы, ссылаются на многие известные места из Священного Писания об отношениях царя и народа. Некоторые даже идут дальше и пишут вам, рабам, под игом находящимся, и цитируют эти места Писания, говорят о власти. Мое видео я сегодня хотел бы назвать «Царебожники». Я не ожидал вот такой реакции от протестантских священнослужителей, что они так сильно будут ратовать за царскую власть. Я все понимаю, что это, конечно, своего рода определенная манипуляция, но если говорить серьезно, то давайте просто порассуждаем. Вот мы живем в демократической стране. В нашей стране есть Конституция, как и во многих других странах, демократических странах. Мы народ, и это главная власть в Российской Федерации. Мы выбираем представителей этой власти, мы выбираем президента. И это очень странная позиция, в том числе священнослужителей, которые так ратуют за царя, сами того не понимая, что выступают против президента, против законно избранной власти, против президента Владимира Владимировича Путина, говоря и за царя, и послушание царю, и все остальное. Мы должны понять, что мы живем в другое время, в другую эпоху, что у нас другая система управления. Там была одна система управления, если вы ссылаетесь на Ветхий Завет, на Новый Завет, на то, что происходило тогда в Иудее, когда были цари. Это было совершенно-совершенно-совершенно другое время. И царь, он был как бы Богом избранной властью. Пример России недалеко, сто лет назад, когда произошли вот эти события, революция свергла царя, царскую власть. Царь считался помазанником Божьим. А сегодня это не так. Поэтому мы не можем ссылаться на царя, на тот миропорядок, на то мироустройство. Мы не можем называть себя рабами. Я помню, когда только пришел в школу, это 70-е годы, самое начало, нас учили по той же азбике, где было написано «Рабы не мы, мы не рабы». И сегодня, читая Евангелие, мы говорим, что мы свободные люди. У нас есть выбор. Этим выбором нас благословил Господь. Очень много странного сегодня происходит. Очень много странного говорят люди. Знаете, я подумал, что причина в какой-то неглубокости, в том числе даже христианских лидеров. Ну, вот сами посмотрите, подумайте, что вы слышите сегодня в церквях, когда начинают там пророчества, говорите, еще что-то. Я уже очень много слышал и русскоязычных пророков, и других каких-то. Ну, приходилось смотреть, слушать. И в последнее время, последние 2-3 года, модным стало пророчествовать, что в этом сезоне, в этом сезоне, в этом сезоне. Тут думаю, Господи, да что же происходит с вами? В каком сезоне? Сериалов насмотрелись? Сезон 1, эпизод 5? Какие сезоны? Никогда такого не было. Послушайте, мир влияет на нас. И это модно, конечно, стало стоять там и вещать, что в этом сезоне. Знаете, если честно, мне напоминает этот фильм. Старый советский фильм про цыгана Бадулая. Может быть, вы вспомните, он шел тогда по советскому телевидению, и все бежали домой, смотрели, и плакали, и смеялись, и сопереживали. И там есть одна история, после которой, вот вы вспомните, наверное, по-моему, Бадулая избили, порезали и бросили умирать. Вот история в лесу, когда цыган собрали все сообщество и привезли им якобы тоже их какое-то цыганскую пророчество. По-моему, ее Розита звали, и она такая вышла вся одетая в золото, и все. И они сказали, Ромалы, Ромалы, слушаем, что скажет она? И она подняла там крышку, по-моему, сказала, крышка, и все замерли. И тогда кто-то, о, Розита сказала крышка, в этом сезоне торгуем крышками. Думаю, как же это смешно, как это все похоже. В этом сезоне, в этом сезоне торгуем крышками, в этом сезоне мы вот это делаем, вот это делаем. Сколько всего, вот сколько таких слов приходит к нам. Я начал с царебожников, да, сейчас говорю об этих сезонах. Еще одно интересное слово, которое все употребляют, это собрание. Я задавал вопросы христианским лидерам, почему до сих пор вы используете это слово? Откуда оно пошло? Многие не задумываются. Сегодня я был на собрании, когда мы почтили память одного нашего брата, священнослужителя, и там тоже из ус всех звучало «Мы на собрании, на этом собрании, на собрании, собрании». Откуда это советское портократическое слово вошло в наш обиход? Я начал изучать и увидел, что это идет в том числе и из иудейской традиции, и из синагоги. Там проходили собрания, потому что синагога была центром жизни, общественной жизни, принимались важные решения на этих собраниях. По разным-разным-разным вопросам. В тяжелые времена. Кого послать учиться, кому оплатить, кому помочь. Разные вопросы. Это решалось действительно собрание. Но синагога — это не христианский храм. После иудейской войны, когда храм был разрушен, в иудаизме наступил период, вот уже 2000 лет, когда нет богослужений. В синагогах нет богослужений. У нас в наших христианских храмах проходят богослужения. У нас есть жертвы, у нас есть жертвенный Агнус, Иисус Христос. И мы не проводим собрания, выборы, перевыборы, еще что-то такое. На этих богослужениях присутствует сам Бог. Он сказал, где двое или трое соберутся во имя мое. Некоторые мне пытались парировать и говорить, ну вот собрание — это идет от греческого слова «экклесия». Я говорю, ну тогда еще глупее звучит, что пойдем на собрание в церковь. Пойдем на экклесию и в экклесию. Вы же понимаете, да? В церковь идем на богослужения. Вот так подменяются слова, подменяются понятия. И мы сами того не замечая, не размышляя, не думая, мы идем как слепые на поводу порой у таких же слепых или у тех, у кого завязаны глаза повязкой, и не думаем, и не размышляем ни о чем и ни о ком. С вами был я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий здесь, в Ютубе. Помогите распространить это видео. Благослови вас Господь! Благослови вас Господь!